Всем привет! Мой прогноз на матч Лиги Чемпионов. Среда, Порту играет против Бешикташа. И здесь моя ставка, обе команды забьют за квициент 2.06. И я считаю, это подарок от букмекеров такое событие. И данную ставку я беру, исходя из игры в Бешикташ. Потому что Бешикташ команда, которая постоянно бежит вперед, старается забить, не только играя у себя, но еще и в гостях. При этом у трецких, у всех команд, не сильная организация в игре. Поэтому они при этом еще и много пропускают обычно. Если опираться на предыдущий сезон, то 5.06 матчей в Лиге Чемпионов у Бешикташа. Там проходил обе забьют. Только в последнем матче обе забьют не прошло. Они там сенсационные динамы Киева у гостях загорели. Касаемо Лиги Европы, там вообще во всех матчах, в шести и шести матчей Бешикташа тоже обе забьют проходил. То есть абсолютно во всех матчах. В чемпионате в этом сезоне тоже обе забьют проходят. Именно с теми командами, которые хоть какую-то конкуренцию Бешикташу в чемпионате тур смогут оказать. Но так или иначе Бешикташ в каждом матче забивает. Здесь все-таки Порту команда более-менее серьезная. Команда, которая имеет опыт в Европы, команда, которая будет принимать все Бешикташи. Конечно, на гол Порту мы тоже рассчитываем. Да, тут на самом деле Порту это противоположность Бешикташу. То есть, допустим, в чемпионате страны Порту не пропустил еще ни одного мяча в пяти играх. Хотя там не были тоже, опять же, какие-то серьезные соперники. Единственное, Брага можно причислить к каким-то более серьезным соперникам. Ну, а касаемо матчей в Лиге чемпионов, то тоже не всегда обе забьют проходило, если я беру прошлый сезон. Однако, вот первый тур Порту играет у себя против Копенгагена, который гораздо слабее Бешикташи и сыграли они 1-1. В общем, от Бешикташа я жду гола, от Порту, соответственно, себя тоже. Все-таки Бешикташ здесь тоже будет тон игры сдавать в какой-то степени. Касаемо трансферов, команды очень интересные, потому что из Бешикташи в Порту перешел Бубакар, также подписали Тороса, но, однако, как обычно это бывает, португальские команды не обошлись и без потерь, так как, особенно Бенфика в том числе, да, многие футболисты распродают, но и Порту в том числе. Перешел Андре Силова, Милан, Невиш и еще ряд футболистов. Касаемо Бешикташи, с одной стороны, Бубакар перешел в Порту, да, с той командой, против которой они играют, но, с другой стороны, много качественных футболистов пришли. То есть это и Пепе, и Негредо, и Миндель, и Джанер. То есть, в принципе, не скажу, что Бешикташ по сравнению с прошлым сезоном стал слабее. Главное, что остался Талиск, остался Куарежма. Вот, ну и поэтому я бы, знаете, даже здесь не стал бы ставить на Порту. Я, самая первая ставка, на которую задумался, это Форп плюс один и Бешикташ, там коэффициент 2.02, по-моему, был. Вот, я не считаю Порту таким фаворитом и не удивлюсь, если Бешикташ сыграет ничью, либо же, наоборот, победит даже, да, в гостях у Порту. Но ставку обе забьют, за такой коэффициент хороший, я считаю, нужно брать. Поэтому рекомендую ее и вам. Не забывайте переходить по поводу ВКонтакте, там будет двойник, который появится на моем YouTube-канале. Также ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующих прогнозов. Ну и увидимся в следующих видео, у нас еще впереди Лига Европы.